Всем привет, друзья! Ну что, на новогодних праздниках я продолжаю разбирать свои заготовки с видео по фикс-прайсам, по светофорам и разные другие. И собрала определенную подборочку товаров из фикс-прайса, которые практически всегда бывают в продаже, либо их повторно завозят. Некоторые товары я покупала и могу вам рассказать о своем их использовании и применении довольны и недовольны. Надеюсь, что это видео окажется для вас полезным. Ну и первое, с чего мы начнем, это с подвесной металлической полки. Такие полки бывают в разных форматах. Например, вот такого варианта я покупала. Бывают еще с крючками, отличаются по цвету, черного, белого, в зависимости от коллекции. И мне эти полки нравятся. Особенно классно они вписываются на кухню. У меня аж две штуки висит именно в угловом шкафу и позволяет задействовать все свободное верхнее пространство. Можно на эти полочки положить даже крышки от лотков, какую-то мелочковку, которой редко пользуемся. Удачный вариант органайзеров и вам советую обратить на них внимание. Вот такую светодиодную лампу лично я не покупала, но считаю товаром, который может действительно на той же самой кухне помочь. Можно подсветить рабочее место, можно подсветить рабочее место у ребенка над столом. Ну а также классно, что эти лампы всегда бывают в продаже и все соответствующие крепления монтируются быстро. Так что осветить рабочую зону можно без проблем. Минажницы составные. Ну, минажницы составных бывает большое количество. Бывают разные на 3, на 4, на 5. И я считаю, что эта вещь полезна. Если вдруг любите готовить, особенно когда готовишь тортики, необходимо каждого ингредиента отмерить определенное количество, то очень удобно. Достал минажницу, отмерил все ингредиенты. Нужны сахар, муку, сахарную пудру, разохритель, какао, все что угодно. И все у тебя сразу под рукой. Лично я всегда так делаю. Силиконовые мешки с насадками для крема. Конечно же, бывают модели, которые рвутся по швам. Но я покупала два набора силиконовых мешков в фикс прайсе. Побольше и поменьше. И до сих пор они у меня не порвались. Конечно же, тут большого выбора насадок нет. Но если вы только хотите попробовать испечь какие-то кексики, тортики, то такой вариант точно подойдет. На себе проверила. А потом, когда уже руку набиваешь, уже покупаешь более-менее профессиональные насадки. Скоро во все магазины нашей страны, в магазины фикс прайса, завезут коллекцию к саду и огороду. Кажется, только недавно собрали урожай, но уже скоро нужно будет сажать рассаду. И в этой коллекции довольно часто можно найти подобного плана подвесные кашпо. Такое кашпо я покупала маме под плющ, вещественно, арки. И знаете, служит верой и правдой уже, наверное, года два, а то может и три. Различные мешки для стирки. Раньше этот товар я всегда обходила стороной, но потом решила попробовать и поняла, что эта вещь полезная. У меня есть несколько мешков. Один я использую всегда при стирке нижнего белья. Очень-очень удобно. И белье так не изнашивается при стирке, ну, когда не хочется стирать вручную. А также некоторые деликатные вещи тоже можно стирать в таком мешке. В одном из предыдущих видео я вам уже высказывала свою любовь к фетровым корзинах. У меня их несколько. Корзина для хранения постиранного белья, который еще не погладила. Корзинка для хранения полотенец. Корзинки для хранения средств для ухода за волосами. Также есть корзинка и для хранения детских книжек. Обожаю всей любовью, особенно в белом цвете. Дура в сером цвете. Довольно часто вижу повторные привозы пробок-диспенсеров для бутылок. Удобная вещь. Можно использовать в качестве пробок для бутылок с вином. А также подходит на некоторые пластиковые бутылки для масла. Разделочные доски. Ну, люблю я различные деревянные разделочные доски. К сожалению, бамбуковые страдают тем, что если чуть-чуть побольше надавишь, то они трескаются. Была у меня вот такая круглая доска. Треснула пополам, но потом половинками также продолжала пользоваться. Но потом одна из половинок также у меня еще треснула. И ту половину пришлось выкинуть. Силиконовые коврики для выпечки. Антипригарные коврики для выпечки всегда бывают в продаже. Отличаются только упаковкой, модификациями. По одному, по две штуки. Именно такой набор маме покупала. Ей очень нравится. И расход пергаментной бумаги стал намного меньше. Тем более, сейчас некоторые особенно бюджетные варианты видов пергаментной бумаги все-таки прилипают к выпечке. Полка для обуви. Подобного плана полку, но только на три отделения и на три этажерочки я покупала для того, чтобы поставить на кухне в нижний угловой шкаф. И там разместила все необходимые лоточки под хранение мелочевки. И очень удобно, что сквозь вот эти отверстия можно просунуть различные коммуникации, то есть слив, а также подводки для подачи воды. Вот это правда оказалось очень и очень удобным. Один из самых популярных видов органайзеров это пластиковые органайзеры с выдвижными ящичками. Бывают на два, бывают на три, бывают даже больше. Я тоже себе один купила и использую для хранения мелкой косметики. У мастеров маникюра довольно часто вижу. Это тот вариант, который вот проверенный годами. Такие органайзеры появились, правда, даже, наверное, с самого момента открытия магазина. И до сих пор пользуются популярностью. Очень здорово, что их можно ставить один на другой. Можно использовать также для хранения канцелярий. Спектр применения огромный. Деревянные массажные щетки. Такая щетка у меня есть и, знаете, очень здорово почесать спинку. И в отличие от деревянных досок, такая щетка у меня не разбухает и не расклеивается. Так что пользуюсь с большим удовольствием и нравится тот эффект скрабирования, который она оказывает. И еще одна классная вещь, которая практически всегда, ну, каждый год бывает в продаже в фикс-прайсе. И это щетка-мочалка. За 55 рублей раньше она стоила, сейчас стоит 79. Знаете, как классно она отшелушивает кожу. Нател на руку, потерся и все. Кожа гладкая, нежная и обновленная. Раздвижные пластиковые полочки. Но такие пластиковые полочки тоже бывают в разных модификациях. Я раньше их использовала для хранения лекарств. В холодильнике очень удобно повесила. И тоже задействуются все вот эти верхние пространства. Очень удобно. Так что одна всегда лежит у меня в запасе. Когда возникает необходимость что-то положить мелкое в холодильник, я ее вешаю. Когда не надо, снимаю и кладу, например, на полку под мойку. Ну, вакуумные пакеты. Какое же хранение вещей без вакуумных пакетов? С каждым годом их становится больше. Куртки какие-то нужно на лето убирать. И для этих целей я тоже периодически покупаю, обновляю вакуумные пакеты. Особых нареканий у меня нет. Поэтому все работает прекрасно. Пакеты многоразовые мне нравятся. Силиконовые щетки для умывания. С вот такими маленькими щетинками. Их тоже бывает несколько вариантов в фикс прайсе. Мне нравится, если хотите хорошо нежненько очистить кожу, проскрабировать. Вот это самый деликатный вариант. Ну, чехлы для хранения. Конечно же, всегда берем фикс прайсе. Единственный минус, что не нужно собачку до конца ни в верхнюю, ни отстегивать, закрывать. Потому что она может слетать. Но если молнию в этих местах слегка, ну точнее в нижнем месте слегка-слегка подшить, то тогда собачка уже будет сидеть надежно. Довольно часто покупаю специальные наборы салфеток для очистки мониторов, ноутбука, телевизора. Эти салфетки пропитаны специальным раствором, который не оставляет разводы. И убирает различный антистатический эффект, чтобы пыль меньше оседала. Мне нравится. Повторюсь, что беру с постоянной периодичностью. Бюджетные пластиковые контейнеры. Именно такие контейнеры я покупала в холодильнике. Они у меня хорошо встали на верхнюю полку. Поместилось аж 4 штуки. И в них храню, как лекарство. Например, баночки с патчами. Какую-то мелочевку по типу шоколадок или мелких баночек. Вот для этих целей очень удобно. Не нужно разгребать всю полку, чтобы достать то, что находится позади. Просто достал необходимый нужный лоточек. И уже в нем копошишься. Еще один вариант пластиковых органайзеров, который мне понравился. Видела у нас в продаже в некоторых магазинах. Буквально пару штук валялось. Но периодически их также подвозят. Очень классная вещь. Если у вас есть выдвижные ящики. Будь то на кухне, комоде. Вот прихожие в комоде я использую. Такие органайзеры также очень классно используют для хранения канцелярки. Они скрепляются между собой. Можно по-разному их располагать, чтобы задействовать все пространство ящика. Поэтому эту вещь я тоже вам рекомендую. Так как она практически всегда бывает в продаже. Ну и заканчиваем видео вот такими стеклянными баночками. А тоже они бывают разных вариациях. Но я их очень сильно обожаю. Раньше продавались бюджетные наборы. Там кажется за 55 рублей 3 банки. Супер дешево выходило. И знаете, мне до сих пор нравится, как у меня все специи рассортированы. Кто-то говорит, что да, можно использовать баночки от каких-то продуктов. Если покупаете в стеклянных банках, естественно, не стоит покупать. Ну а если хотите организовать хранение, я раньше покупала и пластиковые органайзеры. Но все-таки они темнеют. Со временем внешний вид теряется. Стекло ведет себя намного лучше. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что оно было для вас хотя бы капельку полезным. Пожалуйста, напишите в комментариях, замечали ли вы в своих магазинах те товары, которые практически всегда бывают в продаже. Может быть, что-то вы покупали, можете посоветовать мне и другим зрителям. Ну а мы увидимся с вами, как всегда, совсем скоро.